Подол – историческая местность Киева в составе Подольского района. Низинная часть исторического центра города – Нижний город, древний фасад ремесленников и купцов. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани – Притыка, под горами Старокиевской, Замковой или Замковой, Щековицы и Юрковицы, между пешеходным мостом через Днепр и Заводской улицы. На территории Подола были давние исторические местности – Бескупщина, Борячев, Гончары, Дегтяры, Кожемяки, Плосковы. Через Подол протекала река Почайна. Пересекая верхний вал на улице Почайной, с левой стороны находится Веденская церковь. Веденская церковь на Подоле – самый крупный и один из самых молодых храмов этой древней части Киева. Несмотря на то, что храм современный, однако его история относит нас ко временам Киевской Руси, а именно к концу 10 века, когда в водах реки Почайны были крещены киевляне, принявшие христианство. Тогда же на месте языческого капища бога Велеса, еще в конце 10 века, появилась деревянная церковь в честь святого власти Севастийского. На ее месте в 1718 году, при финансовой поддержке цехместа Лесницкого, возвели новую деревянную церковь. Правда, на этот раз ее осветили в честь большого праздника – введения во храм Девы Марии. Этот храм не раз страдал от пожаров и весенних наводнений, но, тем не менее, просуществовал до конца 19 века. В 1882 году на средства прихожан началось строительство каменного введенского храма на Подоле. К слову, автором проекта был известный киевский архитектор Николаев. Старый же храм разобрали по окончании строительства нового. Эта введенская церковь просуществовала до 1936 года, когда в эпоху жесткой борьбы советской власти против религии весь храмовый комплекс был разрушен. На том месте построили детское учреждение, которое в скором времени стало разрушаться и его вынуждены были перенести в другое место. Само же школьное помещение просуществовало до 1999 года. 14 марта 2005 года митрополит киевский Владимир Сабадан осветил место под храм и совершил закладку первого камня, то есть официально началось восстановление разрушенной святыни. В 2009 году было завершено строительство Нижнего Александра Невского храма, в котором совершили первое богослужение. На июнь 2018 года храмовое сооружение полностью выстроено.